Спортсмены Укуровского дворца спорта «Молодежный» вписали свои имена в историю мировых чемпионатов. Золотые медали ребята привезли с мировых турниров по джиу-джитсу и грэплингу. Грэплинг – это довольно жесткий вид единоборства. Он совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин. Ограничения по удушающим и болевым приемам минимальные. Пока этот вид спорта только набирает популярность. Даже действующий чемпион мира узнал о нем всего пару лет назад. – Первоначально, когда мне сказали, давай поедешь на область по грэплингу, я говорю, почему? По грэплингу? Думаю, мы там плавать будем. Он говорит, да, да, на область все, едем. Мы приехали, народу достаточно много было, поборолись. Сначала я особо не придал значения, что это такое борьба. Я говорю, я в Африке борьба, давайте бороться любого соперника мне. Приехал на Россию, а на Россию, там, сами знаете, у нас Дагестан, Чечня, вот, как и в вольной борьбе, то есть соперники серьезные, там совсем другая борьба уже пошла. Просто в грэплинге самое главное – это понять правила. Если ты в правилах разобрался, то и дальше бороться как бы будет удобнее, лучше, приятнее. Одержав победу на турнире в России, Роман отправился в Баку на ежегодный мировой чемпионат по грэплингу. В своей возрастной и весовой категории взял золото. Второй год подряд. Для его тренера Антона Федунова это значимая, но далеко не единственная победа подопечного. В конце сентября в Черногории проходил турнир по джиу-джитсу среди 28 стран мира. Сборную России на нем представляли в том числе четыре спортсмена из Куровской. Было четыре встречи с греком, румыном, украинцем и финальная встреча с поляком. И выиграл поляка и занял первое место. Серебро я завоевал в дисциплине файтинг в первый день соревнований, а бронзу во второй день в Неваза. Было нелегко, было тяжело, страх, больше боясь проиграть. Я проиграла все схватки, перегорела из-за того, что забоялась тренироваться, еще раз тренироваться и тренироваться. Впереди у ребят еще много турниров, на которых они и дальше готовы прославлять победами свою малую родину. Сейчас готовимся уже к новому сезону. Впереди у нас будет первенство Московской области. Но будем готовиться, стараться отобраться на первенство России, которое пройдет в январе. И уже оттуда будет ясно все. Отберемся мы на первенство мира. Следующий чемпионат мира по джиу-джитсу состоится в Арабских Эмиратах. Попадут на него куровчане или нет, зависит не только от стараний спортсменов, но и от финансовых возможностей их семей. Уже сейчас родители ребят начинают копить деньги на поездку и ищут спонсоров.